Ивановские спортсмены все чаще заявляют о себе на международном уровне. В четверг в стенах регионального правительства губернатор поздравил недавних призеров мировых первенств по батуту, грепплингу и куду. Ребят, честно говоря, такие победы очень радуют, потому что не так часто, как хотелось бы, мы с ними встречаемся. Безусловно, спорт – это среди наших приоритетов. Мы дальше будем заниматься, мы сегодня финансируем, поддерживаем и команды наши профессиональные, безусловно, и ваши достижения, они для нас очень приятные. Ну, не скажу, что сюрприз, это результат большой серьезной работы, причем и вашей, и ваших тренеров. Старания тренеров и ребят не прошли даром. Батутисты Дмитрий Зенкин и Дмитрий Лебедев заняли, соответственно, первое и второе места в своих категориях. Валерий Смирнов и Константин Патраков завоевали на чемпионате мира по спортивной борьбе в дисциплине грепплинг золото и серебро. С наградами с каждой ступени пьедестала из Токио вернулись ивановские кудоисты. Первые и третьи места на мировом первенстве заняли Александр Аркадьев и Юсуп Гучигов. Их тренер Эдгар Калян завоевал серебро. Немалую роль в этом, считает президент Ивановской федерации кудо, сыграла поддержка региональных властей. Перед отправкой на чемпионат мира нас чествовал губернат, наш Павел Алексей Ждак, разнопутные слова говорил, чтобы мы достойно там выступили. И когда ребята уже были в Японии, в Токио, они понимали всю ответственность на их ситуации. И они не только понимали ответственность перед нашей Ивановской областью, но и перед всей страной. Поэтому, я думаю, они, несмотря на свои травмы, сделали все возможное и невозможное, чтобы достойно выступить и приехать не с пустыми руками на нашу Ивановскую землю. Ежегодно в спортивные секции поступает все больше детей. Некоторым из них предстоит прославить себя и свой регион. Но путь к этому – долг и тернист. Нынешние чемпионы могут это подтвердить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.